Так, друзья, всем привет! Сегодня продолжим еще одну тематику, связанную с войной. Это не последние, конечно, годы войны, но это тоже очень важный такой пункт в истории последних лет Кавказской войны, именно на Западном Кавказе, поскольку он касается вот того самого ультиматума, который часто обсуждается, ультиматума Александра Второго к делегатам, так скажем, на второй последней встрече в урочище Мамрукогой, это южнее нынешней станицы Новосвободны в Адыгее. И вот есть такой документ архивный, который очень подробно рассказывает, какие же условия были выдвинуты. Собственно, в данном случае абадзехам, именно субботнической группе абадзехов горных, которые свели более всего сопротивление в 1863 году, так как равнины уже были подчинены оружием. Дело это называется «Условие, заключенное 6 октября 1863 года об изъявлении покорности императора Российской империи всем верхнеабадзехским народам». Это фонд 416, оп. 3, дело номер 134 Исторического национального архива Республики Грузия. Итак, о чем же говорит нам этот документ? Он не очень большой, но достаточно интересный. Документ этот представлен как бы в двух переводах на турецком языке и на русском, так сказать, для двух сторон, делегатов от абадзехов и, собственно, для российской стороны. О чем же он говорил? «Весь верхнеабадзехский народ, живущий в горах между хребтом Ходх, новую русскую дорогою по Пшишу, по реке Пшиш, и границу с шапсугами и истоками Псикупса». То есть, понимаете, да, география примерно понятная. То есть, где-то вот, грубо говоря, к западу от дороги, которая ведет через Шаумянский, современные Шаумянские или Гойцкие перевалы на Туапсе от Абширонска. И там надо понимать, что некоторые почему-то путают, что говорят, что вот так, как же так неправильно, что вот это же есть Гойцкий перевал, Гойц, да, который именно относится к черкесской топонимике, а есть Шаумян. А его называют якобы Шаумянский, вот на армянский манер, там же какое-то время армяны жили, а их как нехорошо стерли топоним. Так вот, друзья, я рекомендую всем открыть топонимическую карту повнимательнее и посмотреть, что когда вы едете из Абширонска на Туапсе, вы пересекаете два перевала. Это один перевал, разделенный на две части. И верхняя часть называется Шаумянский, а нижняя часть Гойцкий. Вот как раз на Гойцком перевале находится вот эта вот знаменитая такая вот площадочка такая с беседкой, с которой красивый вид открывается, там все останавливаются, там вешают ленточки всякие на дереве и прочую чепуху. Вот, и их, они сосуществуют, эти два топонима, и никуда черкесский топоним не исчез. Итак, повторимся, весь верхнеабадзехский народ, живущий в горах между хребтом Ходх, новой русской дорогой по реке Пшишу и границей с шапсугами и истоками Псикупса, приносит покорность российскому государю на ниже следующих условиях. Первое. До 1 февраля будущего 1864 года, то есть 4 месяца без 7 дней, дозволить ему оставаться на жительстве в горах между новой русской дорогой реке Пшишу и истоком Псикупса и хребтом Ходх до границы с шапсугами. Ходх или Кодх – это хребет, который от горячего ключа в сторону ХДЖ идет. Второе. 1 февраля народ обязывается окончательно очистить занимаемую им землю и перейти туда, где будет указано русским начальством. Третье. Желающим остаться в подданстве российского государя отводится земля для постоянного жительства в потомственное владение тем же, кто пожелает переселиться в Турцию, временно, после 1 февраля, не далее, как на 2,5 месяца, то есть по 16 апреля. Четвертое. Народ абадзехский обязывается жить в полном послушании и повиновении русскому начальству, ответствовать за всякие разбой и воровство и выдавать преступников. Пятое. Обязывается выдать и выдавать впредь немедленно всех пленных и беглых, взятых или бежавших с земли, подвластные русскому государю. Шестое. Обязывается не допускать в среду народа людей, враждебных русскому государству, а если появятся, то выдавать их начальству. Седьмое. Обязывается не препятствовать войскам и отрядам производить движения в обитаемом абадзеханном пространстве, а также работам дорог и просек и постройкам станиц и укреплений. Восьмое. Для наблюдения за точными исполнениями всего вышеизложенного принять начальника, то есть наиба, то есть такой манер, да, привычный абадзехам, русским правительством, назначенного из среды же своих старшин, назначить по одному в каждой фамилии ему в помощь, содержать при наибе нужное число муртазеков на счет народа. То есть здесь мы видим, как поразительным образом российское государство договаривается с абадзехами, предлагает им сохранять ту же структуру, которая была при Мухаммад Аминьо, который выстраивал своего рода имамат, основанный на нормах шариата, именно у абадзехов долгое время. Девятое. Никто из абадзехов не должен переходить границу временно указанной им земли с оружием и без билета, то есть пропуска. Всякий, встреченный без него и с оружием, признается врагом, и начальство поступает с ним как с военно-пленными. То есть в лагерь на три месяца и потом в ссылку внутренней губернии. Десятое. Абадзехи, временно в пространстве этих рек остающиеся, пользуются теми же правами, которые предоставлены другим мусульманским племенам в подданстве русского государя, находящимся, и сверх того, по переселению на указанное место, пользуются правом выезда на жительство в Турцию на один год. Одиннадцатое. В удостоверении нерушимости условий принять присягу всем народным старшинам с тем, что в случае нарушения оной, подписавший сей акт, лишается права на переселение в Турцию, а также свободы жительства среди народа иссылается в Россию. Народ же лишается права на поселение в предназначаемой для горца в полосе и должен будет селиться на землях по правую сторону Кубани подлинное подписал генерал-адъютант граф Евдокимов. О нем мы еще поговорим сейчас. Дальше Евдокимов значит, чуть позже уже в письме от 9 октября 63-го года жалуется в рапорте командующему Кавказской армии, что в Адзехе не подписывают условия из-за интриг убыхов, которые считают их стеной, которая укрывает их от ударов русских войск. Подстрекают Абадзехов к противодействию разными обольстительными надеждами на помощь из Турции. Из донесений Пшехского и Даховского отрядов исполнили отряды очистку земель между Белой и Пшишем к 1 октября. Ждут они в Хадыжах с того времени. Евдокимов был там с 1 на 2 октября, поторопил там Абадзехов и для того, чтобы немножко их как бы так подстегнуть к подписанию вот этих условий, выступил 3-го числа с 17 с половиной батальонами и 4-мя эскадротами драгун и 4-мя сотнями казаков стуземной милиции и 16-ю орудиями вверх по реке Пшиш на 20 верст к урочищу Мельгой-Ишпа. Кстати, часто упоминается это урочище, запомните его. Мельгой-Ишпа. Как-то в современном, по-моему, она как-то Мельгой-Ишха или что-то такое. И оно и есть. Топоним этот сохранился. В 14 верстах от перевала в долину Туапсы. Граница Абадзехов и Шапсугов там. И они явились на другой день, старейшины их, нижних Абадзехов к югу от Хриптоход и между речи Пшишей Псекупса и подписали вот эти все условия, перечисленные в этом письме. 4 сентября также верхние Абадзехи пришли, посовещались до 6-го числа и тоже приняли эти условия. Только 500 семей одной из Абадзехских фамилий из вершин Пшихи и дальних гор хотели продлить эти условия, точнее, подписание этих условий до весны, чтобы оставаться там на своих местах, но Евдогимов им отказал. К сожалению, мы не знаем, что это за фамилия. В документах не указывают ее. И дальше Евдогимов резюмирует, что уже нет трудностей с покорением Абадзехов, поскольку лишили их средств всех к сопротивлению. И Пшишская линия становится временной, потому что теперь фронт пройдет параллельно хребту, войска пойдут на юг, на побережье. На этом письмо заканчивается. По поводу Евдогимова я вот что хочу сказать и предложить вам, друзья мои. У меня есть очень большое и подробное дело, написанное от руки, написанное с этим самым генералом Евдогимовым, автором, в общем-то, вот этой вот метода избавления от черкесов через их выдавленными войсками и переселения в Турцию. Евдогимов в основном и Борятинский второй, второй генерал, который эту идею придумали и протолкнули на самый верх к исполнению. И есть дело, в котором Евдогимов пишет огромный подробный отчет на 175 листов, это примерно 350 страниц, где написывают с 1963 по 1964 год, как шли войска с разных сторон к побережью и выдавливая население со всеми подробностями по дням, по местам, что именно они встретили, какие аулы, ну, никакие аулы сожгли, в каких местах аулы сожгли, сколько населения было выдавлено, там топонимических черкесских названий, местечек очень много. И есть хорошее предложение взять эту, всю эту историю, расшифровать, то есть перепечатать этот текст письменного в печатный электронный и потом сделать некую такую статью очень подробную, в которой мы опишем ход движения этих войск и топонимика и те местечки, которые в них встречались на пути этих солдат для того, чтобы установить полную подробную картину движения войск и что и сколько в каких количествах примерно они встречали на своем пути. И это можно изобразить дополнительными картами, на которых можно изобразить эти движения так визуально, чтобы это было более понятно. Но это большая работа достаточно, поэтому если у вас есть желание присоединиться, я буду только очень рад, то есть нужно сделать, первое, что нужно сделать, это вот эти листы перепечатать в текст с письменного, там почерк нормальный, в принципе, разборчивый, ничего сложного нет, но и по непонятным моментам мы можем, естественно, проработать вместе. И подготовив этот текст, я его буду, допустим, собирать статью, а кто-то, если владеет хорошо навыками, так сказать, создания графиков на картах, визуализации вот этой вот красивой, мог бы присоединиться и некоторые части вот этого истории изобразить на карте. Поэтому, если вы готовы поучаствовать в этом труде, пишите мне, пожалуйста, в комментариях, мы потом в личных сообщениях обсудим, как это все нам можно было бы оформить вместе. В общем, будем вместе работать над созданием интересных и интерактивных материалов по истории Кавказской войны. Ну, а на этом у меня все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч. Всем пока.